Привет! Прошлое видео с подборкой мелких советов и хитростей получило очень хороший отклик, так что очевидно, серию стоит продолжать. Для тех, кто всё же пропустил первую часть, ссылка на неё будет в описании и я напомню, что в роликах я собираю всякие неочевидные фишки и механики игры, которые в первую очередь будут полезны новичкам, хотя о некоторых иногда не знают даже опытные игроки. Например, о первой особенности экзотического револьвера Шип. С его помощью вы можете разбивать очаги одержимых без необходимости заходить в их защитное поле, просто стреляйте в него издалека с безопасного расстояния. Можете использовать этот трюк при прохождении подземелья Откровения, например, которое вернётся в игру 8 декабря. Пока не ушли далеко от этих очагов, ещё один способ разбить их без риска для здоровья вашего стража. Запрыгивайте на них и разбивайте стоя прямо на макушке. В таком положении по вам тоже не будет проходить урон от защитного поля окружающего очаг. Так сильно раздражающих крикунов улья можно временно отключать, если выстрелить по ним из гранатомёта с перком ослепляющие гранаты, или если связать их стрелой ночного охотника. Очень выручает при прохождении налётов, где эти противники могут доставить много проблем. Ну и ещё кое-что об элементах питания Распутина. Вы можете создавать их с помощью оружия не Икелл, или не оружия военного разума вовсе, и без привязки к типу урона. Для этого у вас должен быть любой мод на элементы питания, например глобальный охват. Стреляйте по противнику с помощью оружия, которое наносит периодический урон, например горстка пепла или анархия, а затем переключайтесь на Икелл оружие, чтобы на момент смерти моба оно было у вас в руках. В таком случае заряд появится после смерти противника, будто вы убили его из Икелл. Если играешь больше месяца, то сейчас заткни уши, будет наибанальнейший совет, о котором большинство новичков почему-то всё равно не знают. Любые щиты мобов, вроде щита кабал, заграждения рыцаря, блока хоп-гоблина или защиты гидривексов пробиваются оружием, на которое у вас установлены антибарьерные патроны в перчатках. В этом сезоне это, например, пистолеты-пулемёты и импульсные винтовки. Далее ещё пара мелких советов для тех, кто совсем недавно в игре, так что если ты опытный страж и всё знаешь, поставь лайк и увидимся в следующем видео. Итак, если ты совсем недавно начал играть и твой основной персонаж Титан, тебе полезно будет узнать, что когда ты активируешь ульту и ставишь купол, граната мгновенно восстанавливается. Так что используй эту особенность, чтобы быстро восстановить гранату в пылу сражения. Для охотников тоже есть похожий трюк. В нижней ветке ночного охотника при нижней классовой способности вы будете восстанавливать энергию гранат каждый раз при броске дымовой шашки. Ну а если тебе нравится экзотический пистолет-пулемёт-анализатор рисков, то вот тебе ещё один повод обожать его. Когда ты держишь его в руках, весь входящий по тебе электрический урон, например от атак падших, будет уменьшен примерно на 15%. Знаешь ещё какие-то скрытые мелкие советы или особенности? Пиши в комментариях и самое интересное я выберу для следующего видео. Давайте как и на прошлом наберём на этом 3000 лайков, ну и я надеюсь ты не забыл подписаться на канал, да? Тогда увидимся в следующем видео. До связи!